Россия выходит из зерновой сделки. Что это значит и каких последствий ожидать? В России 17 июля заявили о прекращении зерновой сделки. За год действия Черноморской инициативы, ее условия, касающиеся требований российской стороны, так и не были выполнены. В Кремле заявили, что Россия готова вернуться к зерновой сделке, как только ее условия будут выполнены. Что предусматривала зерновая сделка? В чем заключались требования России? Как отреагировали в мире на прекращение Черноморской инициативы и что теперь произойдет на мировом рынке зерна? Рассказываем в обзоре Билта. Что известно о зерновой сделке? Зерновая сделка была заключена в Стамбуле год назад, 22 июля 2022 года. Она была призвана обеспечить глобальную продовольственную безопасность и помочь нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. В рамках сделки было подписано два соглашения. Одно из них предусматривало вывоз украинского продовольствия и российского аммиака. Для этого были созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Южного. Второе соглашение – меморандум Россия ООН – предусматривало снятие ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Реализацией Черноморской инициативы занимался совместный координационный центр в Стамбуле, где работали представители России, Турции, Украины и ООН. Первоначальный срок действия Черноморской инициативы составлял 120 дней. 29 октября 2022 года Россия приостановила свое участие в сделке. Это произошло из-за того, что украинские военные атаковали российские корабли в Севастополе. Ситуацию удалось урегулировать после того, как Киев передал через ООН и Турцию гарантии безопасности для российских судов. 2 ноября Россия возобновила участие в сделке. После этого зерновая сделка продлевалась трижды – один раз на 120 дней, затем дважды по 60 дней. Решение о дальнейшем продлении сделки должно было быть принято 17 июля. Однако в этот день в Москве заявили о прекращении своего участия в Черноморской инициативе. Кроме этого, Россия уведомила Международную морскую организацию, что с завершением зерновой сделки отзывает ранее выданные гарантии безопасности судоходства. Чего требовала Россия? В рамках зерновой сделки Россия требовала переподключить к системе платежей SWIFT Россельхозбанк, который занимается оплатой сельскохозяйственного экспорта. Однако за прошедший год данное условие таки не было реализовано. Кроме этого, Россия требовала запустить аммиакопровод Тольятти-Одесса, предназначенного для поставки российского аммиака на экспорт. Это условие также не было выполнено. Более того, 5 июня украинские диверсанты подорвали трубопровод. Возможности восстановить поврежденный участок в настоящее время нет. Также Москва требовала разблокировать экспорт российского продовольствия и минеральных удобрений и отменить ограничения на поставки в страну сельскохозяйственной техники и запчастей. Кроме этого, Россия добивалась разрешение на заход российских судов в иностранные порты, разблокирование транспортной логистики и страхование перевозок. Однако и эти условия не были реализованы. Ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукций и удобрений запрещен на фоне санкций. Вся территория России объявлена зоной военных рисков с непомерно высокими ставками страхования, а иностранные порты по-прежнему закрыты для доступа российских судов и грузов. Зарубежные счета российских сельхозкомпаний заморожены, несмотря на то, что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. Зерновая сделка была заключена с гуманитарными целями, однако в итоге вывоз украинского продовольствия был переведен на коммерческую основу. Так, за время работы Черноморской инициативы в общей сложности было вывезено почти 33 миллиона тонн грузов, из которых более 70% были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровня медоходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопия, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3%, всего 922 тонны. Такая география и коммерциализация изначально гуманитарной инициативы станут понятными, если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель являются западные корпорации, пояснили в МИД России. Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефицарами от украинского зернового экспорта. С другой стороны, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна. Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций. Что заявили в Москве о прекращении сделки? О выходе России из зерновой сделки сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Фактически, черноморские договоренности прекратили свое действие. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки, приводит слова Пескова ТАСС. Он также заявил, что позиции России о приостановке участия в зерновой сделке было заявлено еще до теракта на Крымском мосту. Данная така никак на решение Москвы не повлияет. Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. В заявлении МИД РФ говорится, что Москва рассмотрит восстановление зерновой сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений. Если же в западных столицах реально дорожат черноморской инициативой, то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкции российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещании и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки, говорится в заявлении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что зерновая сделка не работает, лишь 2,5% продовольствия досталось беднейшим странам. Кроме того, не выполняются обязательства перед Россией по сельскохозяйственному экспорту. Гуманитарный коридор регулярно используется для прикрытия террористических атак киевского режима. В октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать черноморский флот и гражданскую инфраструктуру. Нельзя исключать, что теракт на Крымском мосту был совершен вновь под прикрытием зернового коридора безопасности. Будем требовать от парламентов других государств недопустимости использования зерновой сделки для террористических атак. Ее возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак, заявил Володин. Основной целью сделки была помощь голодающим странам. Россия и дальше будет выстраивать экономические связи со странами Африки и после прекращения действия зерновой сделки. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина «Единая Россия», комментируя прекращение действия зерновой сделки. «Такое ощущение, что во всем мире Россия остается единственной страной, которая пытается соблюсти все нормы международного права и договоренности. Это касается и зерновой сделки. Хотя думаю, что мы отчасти предполагали такой сценарий, зная циничность и лицемерие западных политиков. И здесь Россия снова остается верной себе, так как основная цель зерновой сделки заключалась в помощи голодающим странам. И сегодня наша страна активно работает со странами Африки напрямую, о чем свидетельствует рост экспорта зерна в эти страны», – цитирует депутата ТАСС. Школкина отметила, что Россия и дальше будет выстраивать экономические связи со странами Африки. Да, это непросто, особенно в условиях перестройки логистики и финансовой инфраструктуры, но это реально сделать, тем более учитывая, что возможности и желание сотрудничать у наших стран есть, – указала депутат. Как отреагировали в мире? Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Черноморская зерновая инициатива вошла в историю как пример успешной дипломатии. Он также отметил, что Турция придает большое значение продолжению зерновой сделки и предпринимает активно дипломатические усилия в этом направлении. «Несмотря на озвученное сегодня заявление Кремля, полагая, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать», – приводит слова Эрдогана агентства «Анадолу». По словам Эрдогана, он планирует провести переговоры с президентом России по данной теме. Он также сообщил, что главы МИД Турции и РФ обсудят зерновую сделку в ходе телефонного разговора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сделать все, чтобы экспорт украинского зерна продолжился. «Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор», – сказал Зеленский. Он также заявил, что компании, которые владеют судами, сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов. Они сказали, что готовы продолжить перевозку зерна, если Украина готова отпускать, а Турция будет пропускать, – сказал Зеленский. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что мир нуждается в черноморской инициативе. Она считает, что страны-члены ООН должны призвать Москву пересмотреть свое решение по зерновой сделке. Постпред Китая при ООН Чжань Зунь заявил, что Пекин выступает за продолжение контактов между сторонами по зерновой сделке, однако с учетом интересов России. «Как мы поняли, между сторонами были разногласия, нужно учитывать интересы России», – заявил дипломат. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ЕС поддерживают усилия Генсека ООН по реализации черноморской инициативы. О готовности выполнить условия зерновой сделки, касающиеся требований России, Мишель не упомянул. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель осуждает решение России не продлевать участие в зерновой сделке. При этом она заверила, что ЕС поможет Украине поставлять продовольствие на мировые рынки. Правительство Германии призвало Россию продлить зерновую сделку и обеспечить ее долгосрочное действие. Об этом в понедельник на брифинге в Берлине заявила представитель кабинета министра ФРГ Кристиан Хоффман. «Мы, конечно, приняли к сведению заявление Кремля. Мы продолжаем призывать Россию сделать возможным дальнейшее продление зернового соглашения и не переносить конфликт на плечи самых нуждающихся. Мы также делаем ставку на то, что это соглашение впредь не будет ограничено по времени или не будет краткосрочным. Но мы рассчитываем на то, что в долгосрочной перспективе можно будет экспортировать зерно и удобрения из Украины», цитирует Хоффман Тасс. Канцлер Австрии Карл Нихаммер заявил, что Евросоюз и Латинская Америка стремятся к восстановлению зеленого коридора для вывоза украинского зерна. «Наша общая цель – окончание войны и, прежде всего, снова сделать возможным вывоз зерна из Украины по зеленому коридору в другие страны мира. К этому мы стремимся», – сказал он. К чему может привести отмена зерновой сделки? Евросоюз, Китай и Турция более других ощутят на себе негативные последствия прекращения зерновой сделки. Такое мнение высказал ТАСС «Турецкий источник», работающий в сфере международной торговли сельхозпродукцией. «В случае реальной и полной отмены договоренностей по зерну нас ждет серьезный рост цен на зерновые в мировом масштабе, но более всего это ударит по странам ЕС, особенно Германии, Китаю и Турции. Это связано с тем, что именно эти государства получали большую часть экспортируемого зерна», – отметил собеседник агентства. Цены на зерновые на мировых рынках, по его словам, могут колоссально взлететь. «Это будет большой проблемой, прекращение действия зернового коридора также станет крупной проблемой для Украины, которая нуждается в продаже своего продовольствия». Что же касается бедных африканских стран, то они и так не получали больших объемов зерна по коридору. То есть их положение усугубится, но не настолько критично и заметно, как в ЕС, например, считает источник. Еще один источник ТАСС, но уже в дипломатических кругах в Брюсселе, заявил агентству, что прекращение зерновой сделки приведет к увеличению поставок украинского зерна в ЕС по суше и падению цен. Это может спровоцировать новые запреты на его импорт из Украины. Прекращение зерновой инициативы и экспорта зерна из Украины по морю приведет к перегрузке линий солидарности – это речные сухопутные маршруты из Украины в приграниченные страны ЕС для вывоза аграрной продукции. Это потребует практически удвоения объемов экспорта по суше. Новый приток зерна приведет к затовариванию рынков в Европе и новому падению закупочных цен на зерно. Это может вызвать новые запреты на поставки зерна из Украины, сказал дипломат. Ранее Еврокомиссия была вынуждена ввести временный запрет на поставки в пять стран ЕС – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в связи с серьезными убытками у местных фермеров. Сейчас через территорию этих стран возможен только транзит украинского зерна, что создает дополнительные логистические проблемы перевозчикам. Между тем, российские экспортеры зерна планируют и дальше снабжать своих клиентов зерном по конкурентным ценам вне зависимости от зерновой сделки. Об этом сообщили в Союзе экспортеров зерна. Российские экспортеры зерна подтверждают свою переверженность делу борьбы с мировым голодом. Россия – крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки. Все контрактные обязательства российских экспортеров зерна будут выполнены, отмечается в сообщении. Российский рынок зерна почувствует позитивный эффект от остановки зерновой сделки. Она приносила только вред, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Прекращение зерновой сделки не критично для России, она только вредила и ничего хорошего не приносила. Российский зерновой рынок получит только позитив от остановки зерновой сделки. Никакого негатива не будет, сказал Влочевский. Он также отметил, что продлевать зерновую сделку не надо, так как она с самого начала оказывала негативное влияние на российские поставки. По причине реализации этой сделки мы торгуем сегодня с дисконтом, который колеблется между 10-20 долларами. Исторически доходил до 70. Это деньги, которые мы теряем, которые теряют наши зерновые поставки, пояснил Злочевский.